Федор Трусов Федор Трусов Федор Трусов лицам, совершившим аналогичные преступления. Ну, ярким примером того можно створить, например, дело бывшего руководителя МЧС Томской области, господина Бегуна. Насколько мне, опять же, известно, за взятку в несколько сотен тысяч рублей господин Бегун отправился в колонию строгого режима на 7 лет. Столь, так сказать, мягкое отношение к Игорь Анатольевичу Митрофанову в виде 8 лет условного за 3 преступления, оно вызывает вопросы. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Может быть, он весь в орденах, в медалях спасал утопающих в Крыму, либо состояние здоровья его очень, скажем так, создавляет желать лучше. Может быть, у него известно про его сумасшедшую благотворительную деятельность. Генерал Митрофанов ушел в отставку и по документам поселился в намного более скромном жилье в этом домике в деревне Дальнее Колпашевского района. Это в 7 часах езды от Томска. Вероятно, сделал это ради прибавки к пенсии за проживание в районе Крайнего Севера. Хибара генеральским погонам явно не подходило, а местные подтверждали, такого высокого гостя в лице генерала здесь ни разу не видели. Как сказал наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, нельзя быть немножко беременным. Бесспорно, он прав. Поэтому либо ты являешься полицейским, либо ты являешься преступником. И уж, коли прокуратура посчитала, что вина Митрофанова доказана по всем пунктам обвинения, то наказание для Игоря Анатольевича Митрофанова не является справедливым, и оно не является размерным содеянным. Потому что в той же Домской области люди получали гораздо больше за гораздо меньшее. С другой стороны, рассуждаем с вами, памятное дело госпожи Васильевой, про которое не говорил только Ледневый. Только, по крайней мере, и сумма побольше, и наказание не сильно отличается. Я хочу сказать одно, что закон должен быть один для всех и применяться единообразно. Ярким примером тому многочисленные дела там осужденных чиновников взять губернатора Кировской области, бывшего, губернатора Сахалина, губернатора Тульской области. Министра федерального? Федерального министра. К этим людям закон был, собственно говоря, менее снисходительным, чем в случае с Игорем Анатольевичем Митрофановым. О каких-то заслугах господина Митрофанова мне неизвестно. Один из его заместителей, по-моему, по фамилии Савченко, в бытность Митрофанова, так сказать, начальником полиции, был также осужден за получение взяток и приговорен к реальному лишению свободы. Кстати, его размер взятки был гораздо меньше, чем тот, который получил Митрофанов. Но вместе с тем, господин Савченко, начальник областного управления по борьбе с экономическими преступлениями, противодействия коррупции, был осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Тогда еще начальника регионального управления экономической безопасности Константина Савченко по заявлению бизнесмена Кривошейна даже возбудили уголовное дело. Коммерсант заявил, что полковник Савченко получил от него взятку двумя смартфонами. Скандал получился громким. Один из эпизодов в отношении господина Митрофанова касался того обстоятельства, что он, то, что называется, покрывал деятельность господина Савченко, когда он находился на своей должности. Судя по всему, да. И, тем не менее, за один из эпизодов покрывание его, тем самым, по сути, значит, покрывал. Это ведь, по сути, скажем так, способствовал. Следствие считает, что он покрывал, прокуратура с ним согласилась. Суд, к сожалению, не может самостоятельно указывать следователям, как квалифицировать обвинение. Суд рассматривает только то, что к нему приходит на стол. И вот в этих рамках. Если потерпевшего в деле нет, то, соответственно, позиция может быть преподнесена очень одноборно. Именно поэтому, я думаю, что... И у вашего свидетеля нет материала в деле. Именно поэтому Кривошейн не является потерпевшим, так сказать, лишён статусу потерпевшего. Так как вы представляете, потерпевшего или свидетеля? В соответствии с процессуальными документами, Кривошейн является потерпевшим по уголовному делу в отношении Митрофанова. Однако органами следствия эта ситуация, на мой взгляд, перевернута с ног на голову. Они считают Кривошейна свидетелем. Суд его допросил в качестве свидетеля по делу. Дело в том, что именно Кривошейн явился инициатором возбуждения уголовного дела в отношении Митрофанова именно благодаря многочисленным обращениям Андрея Александровича в различные всевозможные контролирующие, проверяющие, правоохранительные органы с заявлениями о фактах системной коррупции, о том, что благодаря действиям господина Митрофанова фактически парализована деятельность бизнеса в Томской области. Только после его многочисленных жалоб и обращений было возбуждено наконец уголовное дело. И, на мой взгляд, должностные лица Томской области, всевозможные действующие в интересах Митрофанова, фактически привели ситуацию к тому, чтобы выдавить, мягко сказать, Андрея Александровича Кривошейна из дела Митрофанова. Ведь правильно я понимаю, что объем прав потерпевших, процессуальных прав и свидетеля совершенно разный? Ну, конечно. Потерпевшие обладают большим набором процессуальных прав и инструментов, нежели свидетеля. То есть обвинению надо теперь как бы костями лечь, но не дать таких процессуальных прав вашему клиенту? Ну, пока у них это получается. Используя административные, так сказать, властные полномочия, да, в настоящий момент Кривошейн допрошен по делу Митрофанов в качестве свидетеля. Тем не менее, в материалах уголовного дела есть постановление о признании вашего доверителя потерпевшему? Именно так и более того, в этом постановлении никем нет мина. Мы считаем, что права Кривошейна грубо нарушаются и, естественно, будем добиваться восстановления справедливости. Ну, если не в этом суде, так вышестоящих точно. А по данным обстоятельствам, ваш доверитель в вашем лице либо самостоятельно жаловался куда-либо еще на данный момент? Конечно. Мы писали и Александру Ивановичу Бастрыкину по этому поводу. Куда он переслал ваши жалобы? Вы знаете, вот, наверное, переслал тому лицу, который потом прислал нам ответ, что... Мы все друг друга понимаем. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Суд удалился на совещание. Три часа спустя началось оглашение приговора. В кассу организации у Дмитра Фановой было перечислено 3 миллиона 772 тысяча 277 рублей. Не менее двух сотен листов судья Мария Нестребенко с небольшими перерывами зачитывала почти шесть часов. При назначении показания суд учел характер. Общественной опасности совершенных преступлений личностные характеристики Митро Фанова, награды по службе и состоянии здоровья. В итоге 8 лет лишения свободы условно, штраф в 6,5 миллионов рублей и отсутствие возможности занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение 5 лет. Постановлен обвинительный приговор. Законность судебного решения будет проверена после поступления приговора в прокуратуру. Вы слышали же мою позицию? Я в плене к ее полностью выскал 40 минут. Вот моя позиция. А что касается дальнейшего, ну здесь будем думать. Все-таки 8 лет условно за 290-ю часть 6-ю. Ну еще 285-я и за 159-ю про них 2-ю. Я про них даже не говорю. Я про них даже не говорю. Я говорю о том, что за совершение этих преступлений другие лица получали больше. И закон к ним не проявлял никакого милосердия. Милосердие закон должен проявлять, но это не милосердие. Это, скажем так, очень тревожный звоночек. Я считаю, что это не звоночек. Это удар в колокол о том, что, вы знаете, все равны, но есть более равны. После вынесения беспрецедентного для современной России приговора нам удалось связаться с Андреем Кривошейным и получить его комментарии в отношении данного дела. Я уже комментировал, что он очень лоялен, но, тем не менее, прокуратура сколько запросила, столько судья и назначила наказание. Я считаю, что это очень мягкий приговор, но, тем не менее, суд есть суд. Как жители города Томска комментируют данный приговор в отношении Игоря Митрофанова? Просто в шоке. Они не понимают, как такое вообще могло было быть. Людей за украденный кусок сыра, там, бутылку водки дают реальные сроки. А здесь совершенно другое. Здесь три статьи, причем они же доказаны, но, тем не менее, был вынесен условный приговор. Господин Кривошейн, все-таки вы потерпевший по данному уголовному делу. Вы будете обжаловать приговор в отношении Игоря Митрофанова или нет? В деле действительно есть постановление, не отмененное о том, что я признан по этому делу потерпевшим. Мои адвокаты настаивают на том, чтобы я подал апелляцию. Я не вижу никакого смысла, потому что я очень много сил потратил на эту всю борьбу. Мне вообще делами надо и бизнесом заниматься. Вот прокуратура, если считает, нужно, что у меня права нарушены, пусть разбирается и подает. Сегодня мы обсудили очередной пример избирательности российского правосудия. Сколько можно? У нас люди за кражу мобильного телефона уезжают на 5-7 лет реального. А чиновники, высокопоставленные сотрудники полиции, причинив существенный ущерб государству, простым гражданам, отделываются легким испугом. Такой приговор, как минимум, не способствует увеличению доверия к российскому правосудию. А на практике будет очередным разочарованием. Я не говорю, что наша судебная система совершенна. И давайте будем постоянно думать и принимать решения, связанные и направленные на совершенствование нашей судебной системы. Но если разные судьи, они руководствуются своим, как раньше говорили, социалистическим, сегодня нашим демократическим правосознанием и законом, но по-разному оценивают. По каким-то непонятным и непрозрачным мотивам назначают разные наказания. Но это таковые сдержки, наверное, везде. У нас они есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok